Добрый день! Сегодня анбоксинг. Это очередной миксап. Уже третий в моей коллекции. У меня был миксап 3х3 Viteden и Oskar. Миксап 4х4 уже без Oskar. И это миксап 3х3, но миксап плюс. И опять без Oskar. Здесь мы видим, что логотипы были по углам. Здесь тоже по углам без Oskar. А здесь, на картинке, по крайней мере, по центру логотип. Хотя уголки здесь достаточно крупные. Могли бы и на них. Только Viteden или Viteden, не знаю. Это версия 3х3х3. Вот все, какие бывают в такой коробочке. Она немножко изменилась с прошлой. Я специально достал. Коробочка от обычного миксапа. Зелененькая. Вот тут 4 версии. В такой коробочке больше версий. Это миксап плюс. И еще Wormhole. Три версии какие-то здесь. И миксап и плюс. И миксап плюс также бывают 3х3х3, 4х4х4. Ну и смежные 3х3х4, 4х4х3. Коробочку берем. Инструкции там все равно нет. И посмотрим на сам кубик. Выглядит уже, конечно, поинтереснее, чем обычный миксап. То есть, если присмотреться, то механизм, видимо, уже изменен. Здесь крупные углы. Они стали гораздо крупнее. Средний слой стал значительно тоньше. Посмотрим, остались ли обычные для миксапа фишки. Напомню, что миксап умеет вот так вот делать. Срезать под 45 градусов. Менять центры и ребра местами. Здесь. Сдвигаем. Видите? Центральный слой узкий. И меняться будет только вот этот элемент. Он поменялся. Разница. Помимо размеров слоев, здесь еще, видимо, вот в этих дополнительных элементах. То есть, это ребро. Это центр. А это не пойми кто. То ли ребро, то ли центр. И к чему его отнести. А этот дополнительный элемент. Будем называть его центральным. Так. А как он у нас будет меняться? С этими понятно. Чтобы сразу все не запутать, мотаю. Пока я размышляю над этим, проверим вращение. Вращение вращается очень даже неплохо. Причем, мне кажется, даже лучше, чем из коробки обычный миксап. К примеру, потише, мне кажется. Да. Механизм здесь все-таки другой. Миксап плюс. Я не знаю. Наверняка оно выпущено позже, чем обычный миксап. Поэтому механизм, наверняка, не доработали. Круто. Приятно. Сейчас я попробую как-то перемешать вот эти внутренние элементы. Просто пока страшно. Собирать не знаю как их. То есть, ну как бы углы, центры, ребро-борты я соберу. Из обычного миксапа. Вот с этими не очень понятно. То есть, у меня была мысль, что можно вот так вот подвинуть и поворачивать. Но нет. Разрезы нам показывают, что это невозможно. Вот так. Вот они сейчас пока путешествуют целиком. А, все, я понял. Сейчас я попробую вернуть. И я все понял. Я все понял. Я все понял. Короче. Поменяем для начала что-нибудь с чем-нибудь. Хотя или не будем менять. Не, поменяем. Поменяем вот так. И вернем на место. И видим, что уже вот этот элемент, вот с этим скрайним, уже не дружит. А вот где он, бело-зеленый? Не, бело-синий. А, ну, соответственно, на месте центра. Я его могу поставить вот сюда. Могу к этому подставить. Ну, соответственно, таким образом их перемешивать. Да. Да. Теперь обратно вернуть. Да. Все не так просто. Я с трудом отмотал обратно. А, видимо, этот миксап будет сложнее. То есть, если кто помнит, после миксапа 3х3 у меня появился миксап 4х4. Но его я собрал сразу же, поскольку, кроме возвращения формы, здесь никаких трудностей не было. То есть, ну, затруднений никаких не испытал. А здесь же, здесь придется подумать. Сейчас еле-еле отмотал назад. То есть, пока я не представляю, каким образом перемещать вот эти вот элементы. С остальными все понятно. Да, углы, ребра, центры их, ну, из обычного миксапа можно собрать. А с этими будем думать. Будем думать. Уже интересно. Вращается неплохо. Есть некая загадка, которую хочется решить. Не знаю, прямо сейчас я этим займусь или нет. Скорее всего, нет. Немножко отложу. Но интригует. Интригует. Миксап плюс. Это серия, наверное, интереснее, чем обычный миксап будет. Но если так поразмыслить. Есть ли смысл в обычном миксапе? Или можно купить сразу миксап плюс? По сути, в миксапе плюс есть все то же самое, что в обычном миксапе. Да? Да. Но и есть дополнительная вот эта сложность. Возможно, и нет. Ну, обычный миксап, он как классическая трешка. Как бы, если у тебя есть кубик 4х4, то тебе как бы и 3х3 не нужен. Ты же можешь просто крайние слои поворощать и пособирать как 3х3. Ну, если, скажем так, есть соображение экономии, вместо 3х3 чего-то еще можно купить миксап плюс. Посмотрим, как он будет стабилен. Более тонкий элемент, он будет вращаться, наверное, не так быстро. Вот уже взглядает чуть-чуть. Обычный миксап, его можно дерзко вращать. С ним ничего не случается. Как бы, еще одна головоломка старой серии, она лет 5, что ли, назад где-то выпускалась, но до сих пор производится. Хотя вот миксапы 3х3х4, 4х4х3 я пока еще не приобрел в том магазине, где я обычно это делаю, их в наличии нет. Но поищем. Я, наверное, все-таки соберу комплект. Ну, для начала, прежде чем развивать вот эту серию, я попробую справиться хотя бы с простой версией 3х3 миксап плюс. А так, их тут 4 таких, и еще вормхолл. Не знаю, что это. Ну, подумаю. Может быть и куплю. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.